приветствуем наших подписчиков и гостей канала эзотерика для тебя друзья мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке сегодня в этом видео мы поговорим с вами о народных приметах на 10 ноября поговорим о том что ни в коем случае нельзя делать в этот день чтобы не привлечь неприятности и проблемы в свою жизнь друзья далее все более подробно прямо сейчас ставьте лайк этому видео вам ничего не стоит а нам приятно и так с вас с вас лайк и таким образом между нами происходит энергообмен итак друзья в этот день 10 ноября верующие чтут святую пороскеву имя которой стали соединять с именем богини пятницы которая покровительствовала женщинам поэтому неделю на которой выпадала 10 ноября в народе называли пятницкой у православного народа святая пороскева пятница всегда пользовалась особой любовью в ее честь в древности возводили храмы которые называли пятницами также такое наименование получили и на руси небольшие часовни которые были расположены у дороги народе иконы святой пороскевы почитались и украшались старину их можно было встретить в каждом доме наши предки верили что святая защищает семейное счастье также молятся ей и о сохранении здоровья домашних животных об исцелении от душевных и физических болезней сама пороскева жила в третьем веке на территории малой азии отцом девушки был богатый сенатор поэтому с детства она жила в роскоши и могла ни в чем себе не отказывать однако пороскева предпочла вести аскетический образ жизни и посвятить себя господу богу она дала обет безбрачия император деклетиан организовал гонения направленные на сторонников христианского учения во время них арестовали и пороскеву ее подвергли мучением и заставляли отказаться от веры но девушка не соглашалась это сделать ее обезглавили согласно народному календарю 10 ноября отмечается пороскева пятница или по-другому называется бабья заступница помните о том что пороскева считали бабьей защитницы и хранительницы семейного очага поэтому замужние женщины к ней обращались с просьбой укрепить брак избавить от проблем в семье а девушки послать достойного жениха для этого шли в храм и стояли утреннюю службу если же не было возможности посетить церковь то не вас в не возбранялась помолиться и дома главное это сделать от души и с чистым сердцем по славянскому народному календарю этот день наши предки называли день матери судьбы это день когда женщина получала силу особого качества силу способную творить чудеса а также утверждается в энергии береги поэтому день сопровождался соблюдением вековых традиций почитанием богини макоши а также всевозможными обрядами и ритуалами обращаемся внимание что сегодня есть опасность поддаться соблазнам стать внушаемым и ленивым человеком поэтому лучше постараться усмирить свои эмоции укоротить свои страсти начать укреплять самодисциплину а также постарайтесь в этот день вести себя тихо и мирно существовало 10 ноября интересная традиция ходить в храм с букетом засушенных трав чтобы их там осветить считалось что такой букет трав является целебным сделав из него отвар можно было исцелиться от всех болезней и делали в этот день обязательно оберег от параскевы для этого брали кусок лина наговаривали на него девять раз молитву великомученицы параскеви и прятали под подушку каждую пятницу доставали оттуда его опять читали молитву и клали обратно считалось что он может защитить от неприятности и неприятности и воздействия черных сил также сегодня ходили на на рассвете в курятник и брали из-под курицы яйцо били его опорог и не смывали считалось что таким образом можно очистить дом от всего плохого и нести в него новую жизнь чистую как белок и солнечную как желток на руси по народным приметам этого дня предсказывали погоду на ближайшие три месяца если вокруг луны и белые круги значит быть быть сильной бури быстрая оттепель быстрым и долгим морозом также быстрая оттепель могла быть и к долгому морозу а если ослабление ветра после непогоды прекращение осадков уменьшение облачности и ночное похолодание холодной малооблачной погоде на следующий день также если в этот день была грязь и слякоть то наши предки по количеству грязи судили о том когда именно наступит зима если много то следующий снег приведет к настоящей зиме и уже долго не растает а если ветреная и сухая погода на параскеву то это говорит о том что лето следующего года будет сухим и не урожайным а яркое звездное небо напротив сулит хороший урожай ну а если в этот день громко каркают вороны то ждите оттепели об облачная и снежная погода в мае будет не настя также наши предки старались в этот день задобрить домового для него они ставили еду и считалось что тогда в доме будет достаток особое внимание в этот день уделяли роженицам и беременным считали что их оберегает сама святая со святой также связывают и оберег веревочку сделанную из шерсти и повязываем ему на правое запястье так в этот день начинали работать с сольном его можно было мыть и трепать но не более также по народному календарю сегодня в силу вступают и особые запрещающие приметы которые напоминают нам что нельзя делать в этот день поэтому 10 ноября женщинам нельзя ни с кем ругаться и выяснять отношения иначе скандалистка старость будет доживать в одиночестве всем остальным день по раскевой пятницы тоже не помешает держать свои эмоции под контролем чтобы не навлечь на себя неприятности беды и болезни кстати смеяться и веселиться 10 ноября также не стоит иначе скоро придется лить горькие слезы а вот эмоционально спокойный день сулит в будущем размеренное течение жизни девушкам которые еще не встретили свою вторую половинку народные приметы запрещают 10 ноября мыть голову и расчесывать волосы иначе еще год проведут в одиночестве хотя романтические знакомства и флирт будут присутствовать в жизни такой девушки но они не приведут к серьезным любовным отношениям а вот одиноким парням день по раскевой пятницы не рекомендуется есть жирную пищу сегодняшний пост подарит им хозяйственную и верную жену нельзя и 10 ноября устраивать стирку особенно постельного и нижнего белья иначе считается что водой можно смыть счастье и удачу в день по раскевой пятницы вовсе не рекомендуется менять постель а также надевать чистое нательное белье иначе обманут или обворуют запрещено беременным давать что-либо в долг 10 ноября можно отдать чужие руки судьбу своего еще не родившегося ребенка даже близким лучше отказать предложив дать нужную вещь или деньги в другой день кстати всем остальным в этот день лучше в долг ничего не давать иначе можно свое счастье отдать нечистой силе нельзя идя в магазин на ярмарку ли на рынок первыми покупать промышленные товары лучше начать свои покупки со съестного тогда по народной примете зима пройдет сытно и благополучно народные приметы не советуют 10 ноября начинать новое дело поскольку она потребует больших финансовых расходов а также немалых физических и эмоциональных сил но в итоге так и не принесет желаемого результата в день пороскевой пятницы лучше закончить давно начато это поможет стабилизировать материальное благополучие наладить отношения с окружающими также в этот день ни в коем случае не стоит выносить из печи залу а также не стоит сегодня и чистить дымоходы и значит иначе это к бедной жизни а кто сегодня в долг даст тот и счастья нечисти продаст так говорили наши предки по мнению наших предков люди рожденные в этот день имеют властный и сильный характер и благодаря этому они могут легко достигать поставленных перед собой целей мод преодолевать любые трудности но из-за своего характера вот этого жесткого и властного к сожалению могут наживать себе много врагов 10 ноября рождаются под знаком зодиака скорпион такие люди отличаются артистичностью и силой воли при этом они достаточно застенчивы не любят пребывать в центре внимания скорпионы родившийся в этот день никогда не раскрываются до конца в отношениях с другими людьми но эта особенность наоборот часто привлекает к них к ним новых интересных знакомых также человеку рожденному 10 ноября следует приобрести украшение из оникса это знаете одна из разновидностей халцедона этот минерал способен сделать своего обладателя более мужественным проницательным и решительным кроме того он является прекрасным оберегом который защищает от происка врагов и и завистников камень овальной формы необходимо носить на среднем пальце или как вариант в области солнечного сплетения друзья вот такой у нас с вами день 10 ноября с вами как всегда был канал эзотерика для тебя обязательно подписывайтесь на наш канал за ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми кого вы любите кого вы цените кому вы желаете мира любви и гармонии пусть они также знают об этой важной ценной информации а прямо сейчас на экране друзья видите два прямоугольника это следующие рекомендованные видео для вас нажимайте на то видео которое вам на интуитивном уровне понравилось больше и смотрите друзья всех вам благ услышимся с вами в следующем видео